ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проверяют каждый слой. В Котласе продолжается строительство дороги по проспекту Мира. Работы под пристальным вниманием Росстройконтроля. Резиновый аттракцион. В одном из лиминских дворов дети для игр облюбовали сваленные в кучу резиновые покрышки, с уборкой которых управляющая компания справляется не слишком оперативно. Управлять большим коллективом, быть в курсе всего учебного процесса, разбираться в тонкостях и деталях профессиональных дисциплин. А еще быть хозяйственником и идти в ногу со временем. Почти 40 лет Николай Семенович Носарев руководит Котласским электромеханическим техникумом. Является почетным гражданином Котласа. На днях он отметит и личный юбилей 75 лет. В преддверии знаменательной даты сюжет моей коллеги Светланы Свинобой об уникальном человеке. Николай Семенович Носарев с любой темой, не касающейся техникума, невольно переходит на разговор о работе. И это понятно, ведь добрая половина его жизни связана с ним. Техникум, которому почти 40 лет, в буквальном смысле строился на глазах руководителя. Пришел, тут еще ничего не было. Я был в единственном числе. Подбирал коллектив преподавателей, мастеров производственного обучения. Здесь велась стройка. Вот вспоминай учебный корпус, где мы с вами сейчас находимся, там велись вовсю строительные работы. Делали перегородки по кабинетам и так далее. В мастерских тоже велись работы. Помню, спорили еще, там не было коридора. Вот проект такой, что помещение справа-слева, без перегородок. Я-то поставил условие, что такого не может быть. Директором училища Николай Носарев стал в 35 лет. Начинал с самых низов. Вырос в рабочей семье, рано остался без отца. Был средним братом в семье. Родился я в 1947 году в городе Каргополе. Учился в школе номер 3 города Каргополя. Закончил 8 классов. Пошел в 9-й. Начал даже съездил в совхоз на уборку картофеля. Ну а потом, значит, тут такое решение. Я ушел, перешел в вечернюю школу. И дядя меня взял к себе на работу учеником в бундаре. Учебу совмещал с работой. Надо было помогать матери. После окончания вечерней школы Николай Семенович поступает на автомобильный факультет Лесотехнического института в Архангельске. В 1969 году я закончил и был направлен в Пресевский район. Там прошел путь Завгар, главный механик. И в поселке, где мы жили построили профессионально-техническое училище. И я, значит, 13 октября 1972 года меня назначили директор профессионального училища номер 7 Плесецкого района. После 7 лет работы в Плесецке Носарев возглавил училище в поселке Вычегодский, а спустя еще какое-то время его пригласили в Котлас. Профессиональное училище номер 20 строилось на базе Котласского электромеханического завода. По сути, училище являлось для него кузницей кадров. И от завода, и от государства поддержка в те годы была колоссальная. Выполнялись ремонты в летний период. Мы обеспечивались инструментом, металлом, металлом, другими расходными материалами. Помощь была очень и очень эффективная. Например, было положение о практике, обучающихся всех учебных заведений. Это союзное положение всех учебных заведений. И этим положением руководствовались и мы, и руководствовались руководители предприятий. В тот период на МСЗ был оборудован станками целый участок, где будущие станочники, токари-фрезеровщики проходили практику. Мы готовили по две группы фрезеровщиков, по две группы сварщиков. После выпуска они все обеспечивались практически рабочими местами на базовом предприятии. С приходом 90-х, как и всем, училищу пришлось нелегко. Я порой вспоминаю, как же мы вообще выдержали. Был период, когда, ну это конец, середина, конец 90-х годов, не выделял областной бюджет средств на питание. И мы принимали решение направлять стипендию на организацию питания. Все это было, значит, непросто, сложно. Нужны были расходные материалы для токарей и сварщиков, ведь подготовка будущих специалистов тесно связана с практическими занятиями. Ну и как вот мы в те годы, в 90-е, выходили из положения. Значит, мы десятки единиц в городе Кодросе порезали для того, чтобы получить металл. Значит, баржи, баржи, значит, понтоны, это у речников, покупали как металлолом и превращали, значит, в лист, лист металла, который использовали здесь. Помогал и Кодловский аэропорт. Там приобретали огромные танки объемом в тысяча кубов, которые также нещадно резали на листы металла. Заработать училище в тот период тоже удалось. Изготавливали продукцию, продукцию, которую продавали. Я вот вспоминаю, раньше мы изготавливали из этого металла, значит, арки тепличные. Ну, арки такие полукруглые, потом, как мы называли, домиком. Ребята в период практики изготавливали, и мы их продавали. Мы их изготовили десятки тысяч штук. Тогда они были в спросе. В свое время в мастерских училищах было освоено производство точильно-шлифовальных станков модели 332А. На эти станки у училища был госзаказ. Один такой станок до сих пор хранится в музее техникума. Сначала план был 50 штук в год, потом 100 штук в год, дошли до 150 штук в год. Это настоящая продукция. По разнарядке мы ее отправляли в различные области. В 90-е станков было так много, что пришлось сделать бартер с ярославским заводом шин. Даже выдавали зарплату этими шинами. Трудности только закалели, помогли приобрести опыт. А главное не испугаться и не бросить то, что начал 40 лет назад. Училище, а сейчас уже техникум, по-прежнему пользуется популярностью среди абитуриентов. Медицинское отделение, например, в этом году на специальное сестринское дело конкурс два человека на место. Появилась и новая специализация пожарная безопасность. Без поддержки семьи успехи не были бы полными. Со своей супругой Николай Семенович уже 50 лет. Она тоже родом из Каргопольского района. Я не скажу, что она меня заставляет уйти с работы. Значит, этого на самом деле нет. Разговор только шел такой, что ты определяйся сам, то есть я определяться должен сам. И все какие-то невыполненные задачи, не выполнены поставленные цели. У Николая Семеновича двое сыновей, один из которых тоже работает в Котловском электромеханическом техникуме. Человек со стороны, если смотреть на него в качестве руководителя, естественно, он, не скажем так, суровый, человек ответственный, который требует от своих работников выполнения поставленных задач. Ну, а если мы говорим о Семенине, Николая Семеновича Семенине, то, естественно, у него, наверное, все это остается за бортом. Страсть Николая Семеновича рыбалка и охота и вообще лес. Вот вчера, например, был за черникой, еле руки отмыл. Вот, мы тут всей семьей, считай, и внук, которые 10 лет выехали в лес, значит, и побрали ягод. Ну, до этого был слой красноголовиков, посушили, не, не посушили, их мы мариновали, заморозили. До этого где-то за рекой ходил, лисички много набрали. За время работы Николай Семенович выпустил порядка 8 тысяч специалистов. Многие трудятся на предприятиях города. Один из выпускников связал свою жизнь с родным техникумом. В Котловском электромеханическом техникуме я с 2009 года. Два образования получил, оператор ВМК, как уже сказал, и монтаж наладка, после чего мне предложили здесь работать мастером производственного обучения, но я, в принципе, согласился, хоть раньше себя никогда в этой роли и не видел, что я буду учить детей, которые, в принципе, порой приходят больше меня самого. Вадим Хиленко считает, что работать в техникуме интересно, благодаря постоянным курсам повышения квалификации и движению WorldSkills. В этом, по его мнению, безусловно, большая заслуга директора техникума. Вот сейчас уже непосредственно, когда коллеги, ну, нет, все, в принципе, хорошо. Он такой твердый руководитель, хороший, справедливый, в первую очередь. Ну, а совсем скоро Николай Семенович Носарев отметит свой 75-летний юбилей. В первую очередь, конечно, здоровье, ну, а в профессиональной точке зрения, наверное, поменьше изменений, которые преследуют образовательную деятельность последние годы. Чтобы близкие всегда люди были рядом, поддержка была и от коллег, и от родных, и гармония, и благополучие во всем. А пожелать ему хочу долгих лет жизни, крепкого здоровья, потому что будет здоровье, все остальное приложится. Чтобы он как можно дольше руководил нами, потому что под его руководством работать одно удовольствие. это человек очень ответственный, очень внимательный к людям, доброжелательный, ну, и, в общем, это профессионал своего дела. В Котлосе продолжается строительство дороги по проспекту Мира, а уже месяц, как к объекту вновь приступили. До этого почти два года он стоял заброшенным. О ходе работ под пристальным вниманием роста контроля в следующем сюжете. Вот уже месяц, как компания дизайн-проект «Строй» вновь приступила к работам по строительству дороги на проспекте Мира. Сейчас здесь уже отсыпан щебень, разложен дарнит. Росстрой-контроль проверяет работу сразу на всех этапах под пристальным вниманием буквально каждый слой. Брак, если он выявляется, устраняют сразу. Росстрой-контроль полностью контролирует весь процесс работы, то есть послойная проливка, уплотнение и прочее. То есть было сделано, сделан замер лаборатории по уплотнению, уплотнение не прошло, все убираем, стелем по новой. Были такие моменты. Также здесь сейчас идут подготовительные работы под устройство будущего тротуара. Он пройдет вдоль дороги по всей ее длине. Это порядка полутора километров. Технологическую дорогу из плит, которую когда-то проложил застройщик близлежащих домов, пришлось убрать. Вывести обломки должны уже к началу следующей недели. Полностью смонтировано освещение, его осталось только подключить. Параллельно срок сдачи объекта ноябрь этого года. Дорогу к этому времени в дизайн-проект строя обещают закончить. Ровно до примыкания к Восточному шоссе. После того, как трасса стала федерально, изменились и требования к присоединению. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Сделать выезд из города на объездную автодорогу можно будет только с согласованием Федерального дорожного агентства. Резиновый аттракцион появился в одном из лиминских дворов. О том, как детям превратили старые покрышки в парк развлечений, почему вредную резину не вывозят уже несколько недель, смотрите в следующем сюжете. Двор на Спортивной 38 несколько дней назад засветился в городских соцсетях как свалка покрышек. Жителей близлежащих домов явно беспокоит вопрос, почему покрышки в земле вредно, а когда они лежат кучей в середине двора, нет. В начале июня, июля начали они убирать, вот все, видимо, ребята все растаскивают, полборщица утром опять, все обратно в кучу, сейчас опять вот такая, не знаю, что не будет, тут так вот не вредно у них, вот ребята, ползать на покрышках, тут это не вредно. Дети действительно превратили десятки покрышек в аттракцион. Они катают их с места на место, сбрасывают с горы из тех же покрышек. В общем, они-то от этой ситуации максимально счастливы. Месяц-то вот они выкапывают, месяц не вывозят, там еще, да, не все выкапали, у детей, ямы оставляют, выкапывают и оставляют ямы. Дети их каждый день растаскивают, дворник собирает снова, опять растаскивают, могут и пришибить, вон они, и завалить может этими крышками ребенка. Напомним, вывозом покрышек, равно как и их демонтажом с территории двора, должна заниматься управляющая компания, причем за свой счет. В случае размещения отработанных покрышек на дворовых территориях, ответственность за их утилизацию возлагается на управляющие компании. При размещении покрышек на землях общего пользования, ответственность возлагается на органы местного самоуправления. Вот и здесь управляющая компания Энергодом демонтирует покрышки, однако с чем связана такая задержка вывоза? Оказалось, все дело в количестве опасных отходов. Сначала их около месяца вытаскивали из земли, а затем все скопом начали вывозить. Мы их выкопали только недавно, вчера, заканчивали выкопал, вчера. Все выговорили, там очень много, там вся детская площадка была, огорожена, были клумбы, ими все отделаны. Вывозили вчера, вот вы сейчас только видите, четвертую часть тех покрышек, что было. Мы вывозили вчера, и сегодня после обеда опять будем вывозить. Сейчас покрышки благополучно исчезают с территории двора на спортивной 38. Напомним, этой весной Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области заключило соглашение с Дмитровским перерабатывающим заводом. Там они будут превращены в резиновую крошку. В Лимиде на улице Ватутина приступили к замене аварийных столбов, электропередач. До этого жители постоянно сталкивались с одними и теми же проблемами. Короткие замыкания, обгоревшие провода, постоянное отключение света. Теперь все проблемы должны уйти в прошлое. С перебоями в электроснабжении жители улицы Ватутина мерятся уже 20 лет. Причина тому старые электросети с прогнившими деревянными столбами. Принадлежали они Котловскому речь в порту, которого давно не существует. Мы даже с соседкой видели, как прошло замыкание проводов, ну а как сверкало все. Местным ничего не оставалось делать, как пойти в суд и отстаивать свои интересы. Помогло. Теперь воздушные линии электропередач по улице Ватутина от дома 12 до трансформаторной подстанции в реестре муниципального имущества, а значит их состояние под контролем администрации города. Деньги найдены, работы по замене столбов на этой неделе стартовали. Сейчас прорвемся на небольшую рекламу, после чего вернемся, не переключайтесь. Отличные новости для женщин. Один им красиво, модно, тепло и для любого случая, причем по максимально доступным ценам. На выставке меховые традиции. 17 августа ДК Котлоса, 18 августа Вочегодский Дом культуры. Область выделит более 3 миллионов рублей к Котлосскому драмтеатру. Работы на площади советов вышли на финишную прямую. На улице Ватутина в Лемиде приступили к замене аварийных световых опор. Об этом и другом в еженедельном видеоотчете главы города Светланы Дайнека. Добрый день, уважаемые земляки. На уходящей рабочей неделе мы узнали результаты конкурса губернаторских грантов «Вместе мы сильнее». От Котлоса победила городская организация ветеранов войны и труда с проектом серебряные добровольцы Котлоса «Кто, если не мы?». Стоимость проекта 190 тысяч рублей. На этой неделе мы получили подтверждение из области о выделении более 3 миллионов рублей Котлосскому театру на приобретение «Газели» для гастролей. Средства были выделены после моего обращения как секретаря городского отделения «Единой России» на имя секретаря регионального отделения партии Александра Витальевича Цибульского. Так что в новом сезоне у театра будет новый гастрольный автомобиль. На этой неделе на финишную прямую вышли работы по укладке плитки на площади Советов. Приемку планируем провести 18 августа, а уже 22 августа в честь Дня российского флага проведем на обновленной площади первое торжественное мероприятие. На этой неделе подрядчик заменил 13 из 14 опор на улице Ватутина. Далее приступает к навесу проводов и замене светильников. Контракт выполняет компания «Севербулгарсервис». На уходящей неделе началась приемка к новому учебному году школ и детских садов. Работа плановая, учреждения готовы. На этой неделе мы, наконец, поймали неуловимого водителя автобуса, который спас в аварии на автомобильном мосту наших призывников. Только благодаря его профессионализму и правильным действиям ребята остались целы и практически невредимы. Этого героя зовут Иван Витальевич Меньшаков. Он работает на Северодвинском автопредприятии. Вчера на автовокзале, пока он ждал пассажиров своего автобуса «Котлас» в Северодвинск, ему были вручены благодарственное письмо главы и ценный подарок, а также переданы слова благодарности от военкома и всех жителей города. Мы объявляем сбор портфелей первоклассников. В этом году традицию, которую много лет поддерживала редакция газеты «Вечерний Котлас», подхватывает «Единая Россия». Нам надо собрать в школу 42 ребенка из малообеспеченных семей. Помощь будет приниматься с 15 по 24 августа в офисе «Единой России». Он расположен на третьем этаже бизнес-центра. А 25 августа в праздничной обстановке мы вручим портфели детям. Перейдем к вопросам из блога. Вы интересуетесь судьбой обгоревшего здания по Карла Маркса, где располагался музей Сталина? Пока его нельзя сносить, поскольку оно является вещдоком в уголовном деле о поджоге. Как только запрет будет снят, собственник расчистит свою территорию. Ну а мы проконтролируем. Коротко это все итоги недели. Добрых вам выходных дней. В этом году после двухлетнего перерыва в Архангельской области вновь пройдет молодежный форум «Команда-29». В этот раз принимать его будет Устьянский район. Форум соберет представителей всех муниципалитетов Поморья. Активная молодежь рассмотрит ряд вопросов по актуальным направлениям деятельности правительства. Их ждет обучение, общение и обмен опытом. Форум «Команда-29» 2022 года станет 12-м по счету масштабным съездом молодежи Поморья. Возраст участников от 18 до 35 лет. В их числе специалисты по работе с молодежью и патриотическому воспитанию, руководители зональных центров патриотического воспитания, муниципальные депутаты, руководители и активисты молодежных общественных объединений Архангельской области. Наш город на форуме представит команда из 15 человек. Этот форум в первую очередь будет о проектировании, то есть составлении каких-то проектов, получения каких-то грантов для того, чтобы жизнь в городе менялась и преображалась, чтобы молодежи было приятно здесь находиться, приятно жить, приятно развиваться, потому что у нас очень много творческих, развитых людей в городе проживает, но мы их даже не знаем. Меня позвал коллега, предложил попробовать подать заявку и в итоге меня отобрали. Программа насыщенная, смотрели уже интересное. Участников форума ждут лекции о трендах развития региона и патриотического воспитания, мастер-классы по повышению профессиональных компетенций, конкурс проектов в сфере государственной молодежной политики, победители которого смогут получить 1 миллион рублей на реализацию социально значимых инициатив. Участие в форуме абсолютно бесплатное, поэтому среди всего числа анкет организаторов выбирали самых достойных, интересных и целеустремленных ребят. У нас приедут молодые люди не только одни, но к ним еще присоединятся главы их муниципальных образований, будет вообще возможность прямого контакта и взаимодействия, это мы делаем осознанно. Приедет губернатор Архангельской области, и мы приглашаем правительство Архангельской области для участия в команде. И, соответственно, у ребят будет возможность вообще пообщаться на самом высоком уровне со всеми представителями, то есть теми людьми, кто принимает решения на уровне региона, кто принимает решения на уровне местного муниципалитета, и возможность показать свои идеи. Одно из моего такого прям желания это помощь малообеспеченным в творческом развитии. То есть я прям за это очень переживаю, еще один расскажу, это неформальная молодежь, проекты неформат, которые, от которых современное общество просто открещивается, люди, которые мыслят по-другому, люди, которые одеваются по-другому. Момент принятия такого поколения, нового поколения, это тоже очень важно, чтобы была связь поколений. Пока что идей вообще нет, я не знаю, но я очень хочу. Вообще работаю в сфере помощи животным, и этот форум поможет и для моей работы в дальнейшем, и возможно как-то с городом будем сотрудничать. Уникальность форума команда 29 в этом году в том, что его гостями станут звезды российского кино и эстрады. Запланированы встречи с федеральными спикерами. На сегодня это все. Смотрите новости нашего города на сайте kotlas24.ru и одноименной группе ВКонтакте. Далее реклама и прогноз погоды. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова